В Черкассах коллекторы изобрели новый способ выселять должников из квартир, где не получается юридически давят на психику, подселяя к жильцам банды молодчиков. Многие не выдерживают прессинга и покидают свои дома. Все подробности в этой схеме расскажет Станислав Кухарчук. Виктория с мужем и семилетней дочерью о собственном жилье мечтали давно. В 2008 взяли кредит в 100 тысяч долларов для строительства частного дома под его же залог. Я цей борг погасила давно, в 2015 году. У нас была последняя транзакция. Но в зиму 2016 года я узнаю, что мой кредит, значит, он еще есть и переданный одной фирме из банка, потом другой фирме. И эта фирма сейчас требует в меня борг. Все документы о погашении кредита у Виктории на руках. Но коллекторы неумолимы. Они оформили на Дом права собственности. А в начале этого месяца киевская компания и вовсе неожиданно сдала его в аренду двум десяткам молодчиков. Они вселились, несмотря на протесты Виктории. Нашего визита арендаторы, похоже, не ждали. Едва увидев камеру, один из них тут же стал угрожать. А не, меня снимать не надо. Ну, почему не надо? Ну, потому что я буду бить. Мы вызвали полицию, пока патрульные составляли протокол. К незнакомцу приехала группа поддержки. Прибыл на место и адвокат Сергей Гартингер, который представляет интересы арендодателя. Он даже не скрывает, что выселение должников – это его призвание. И эта история не единичная. Несколько лет назад Сергей Гартингер выбросил на улицу свекровь Тамары Панченко, а ее жилье присвоил. И задолго – 22 тысячи гривен, которые родственники погасили своевременно. Он выкупал половину двухкомнатной квартиры. Со временем получил и вторую часть. Он подделывает договор намерения продать вторую часть квартиры. Подал документ, этот договор в суд. И суд присудил вернуть эти деньги. А деньги – 88 тысяч гривен. Это целая схема, уверяет адвокат Виктория Кучеренко. По ее словам, коллекторы почти всегда пользуются услугами одного и того же нотариуса, который и заверил право собственности фирмы на дом. Не уведомив об этом жильцов и орган опеки. Ведь в доме прописан малолетний ребенок. Мы выявили эти порушения на подставе вытягу про то, что уже право властности не належит моей клиенте. Сейчас Виктория через суд пытается оспорить передачу коллекторам прав на ее дом. Стаислав Бухачук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Пока этот материал готовился к эфиру, непрошенные гости Виктории устроили в доме настоящий погром. Разбили стекла, двери на летней кухне и даже кроватку семилетней дочери. Похоже, что им визит журналистов пришелся не по вкусу. Будем надеяться, что на это отреагируют правоохранительные органы.